Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы смотрите программу «Время действий». Все мы помним времена студенчества, помним, как мы учились, помним, как мы сдавали экзамены. И иногда хочется встретить своих бывших однокашников, поговорить с ними, сходить куда-нибудь в кино. У нас сейчас активно развиваются движения Ассоциации выпускников высших учебных заведений, бизнес-школ. И сегодня в студии очень интересный гость. Это Маргарита Кравченко, президент Ассоциации выпускников высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Анатолий. Давайте сегодня поговорим на эту тему. Мне кажется, она интересная, приятная и ассоциативно приятная. Потому что вспоминаешь всегда учебу, и сразу становится, и улыбка появляется. Расскажите, чем занимается ваша ассоциация, и какие организуют события, как помогает в общении выпускников бизнес-школы университета? Ассоциация выпускников высшей школы менеджмента существует уже 10 лет. Собственно говоря, задача ассоциации – помогать людям в трудоустройстве, своим выпускникам общаться друг с другом. И достаточно активно проводить свой досуг, включая всякие разные мероприятия, например, спортивные мероприятия. Мы ездим на летний пикник, проводим рафтинг, занимаемся, я не знаю, футболом, ну и так далее. Скажите, а как давно она существует? Ассоциации? Да, ассоциации и бизнес-школы. Она была всегда, сразу же появилась. Нет, ассоциации существуют 10 лет, я уже сказала, а бизнес-школе через 2 года будет 20 лет. То есть мы росли вместе с бизнес-школой, и по мере того, как наши выпускники, собственно говоря, прибавлялись, ассоциация, она изменялась, росла, структурировалась. Ну и в общем, сейчас имеет тот вид, который сформировался за 10 лет. Скажите, а как она появилась, имеется в виду, были активисты, кому-то это стало неожиданно нужно, или это администрация вуза подумала, где наша ассоциация надо создать? Ну, вы знаете, что высшая школа менеджмента отличает то, что в ней учатся умные, активные люди, ну и, собственно говоря, неравнодушные к общественной жизни, в социальном плане неравнодушные. Ну и, собственно говоря, вот этот актив, он и создал ассоциацию изначально. То есть 10 лет назад. Да. А в ассоциации должен быть, видимо, устав? Или как вы функционируете? Правила работы? Какие мероприятия нужно организовывать или не нужно? Пару лет назад... Членские взносы, может быть? Нет, ассоциация у нас существует на общественных началах. Пару лет назад мы прописали правила и процедуры ассоциации выпускников высшей школы менеджмента. Эти правила и процедуры активно обсуждались на круглых столах и на конференциях ассоциации выпускников. Мы вносили туда изменения в соответствии с пожеланиями наших выпускников. Ну и, собственно говоря, тот документ, который сейчас есть, он вывешен на сайте ассоциации выпускников. Ну и там, собственно говоря, все процедуры прописаны. Кто может быть членом ассоциации выпускников, какой там координационный совет, ну и так далее. Значит, ассоциация выпускников — это общественная организация, и там не существует никаких членских взносов. То есть, ну, это добровольное участие, собственно говоря. Ну, а если вы какие-то мероприятия проводите, то кто их финансирует? Выезд куда-то или приглашение известного человека выступить там где-нибудь? Значит, когда мы организуем какие-то мероприятия, ну, например, там выезд на природу или еще куда-то, то мы, собственно говоря, ну, сами финансируем, ну, грубо говоря, сбрасываемся, считаем бюджет, ну, и, собственно говоря, как бы тут это самофинансирование. Что касается других мероприятий, предположим, проведение круглых столов, у нас есть очень интересный цикл, это гостевые лекции, куда в университете, куда мы приглашаем известных людей, вот там Гергиев у нас выступал, Джонсон и Джонсон, президент, ну, то есть, такие достаточно известные личности, то это абсолютно бесплатно, круглые столы, это бесплатно проводится на базе высшей школы менеджмента, мало того, значит, инициаторами этих круглых столов выступают сами выпускники, которые являются собственниками бизнеса, ну, в общем, достаточно интересно это проходит. Скажите, ну, вот Гергиев, а зачем к Гергиеву приезжать к ассоциации выпускников, о чем он говорит, о музыке или... Вы знаете, что, он на самом деле, мне запомнилась эта гостевая лекция тем, что он рассказал, как он все это организовал, то есть, он выступал, грубо говоря, как менеджер Мариинского театра, и, ну, в общем, очень интересный человек, это личность, понимаете, с такой харизмой. То есть, он именно рассказывал с точки зрения управления, да? То есть, как он вот в своей сфере искусственно управляет своим направлением работы. Да, ну, как вот менеджер от музыки. У меня вот идея к вам возникла. Вот смотрите, наш президент Медведев же оканчивал университет. Да, юридический факультет. И он очень любит собираться на встречах выпускников. Вот в интернете даже есть видео, где он танцует, где он танцует на встречах выпускников. И вот КВН недавно выходило, описывали, как он ездит на это. Может быть, вам пригласить его как-нибудь? Довно с удовольствием. На встречу бизнес-школы. Мы открыли... Можете прямо сейчас обратиться и пригласить. Медведева? Конечно. Да, президента на встречу ассоциаций выпускников бизнес-школы университета. Да, мы вас приглашаем. Приезжайте к нам. У нас очень интересное мероприятие. Будем рады встретиться с вами, ответить на волнующие вопросы бизнеса. И политические какие-то, не знаю, вопросы обсудить. Welcome, как говорится. Маргарита, скажите, что за портрет выпускника бизнес-школы университета? Кто это такой? Возрастные рамки. Портрет социально-демографический. Женщины, мужчины. Понятно. Мы говорим сейчас о выпускниках ВШМ. Сейчас в ассоциации выпускников где-то 4,5 тысячи человек. Состав такой. Там есть магистратура, выпускники магистратуры, выпускники бакалавриата, выпускники специальных программ, президентских программ, и выпускники МБИ, ДБИ, ЕМБА и так далее. Вы задали вопрос про МБИ выпускников. Ну, вообще выпускники бизнес-школы. Вы знаете, это сложно, потому что есть же, грубо говоря, студенты, а есть уже более зрелые люди. А вы объединяете всех, да? Да. Ассоциация выпускников, она объединяет всех. И студентов, которые закончили бакалавриат, магистратуру, ну и плюс уже взрослые люди, которые получают второе высшее образование, либо вот степень МБИ, ДБИ и так далее. ДБИ звучит, а что такое ДБИ? Это дуал-дегри. Это МБИ, ну, двуязычные МБИ, в общем, там, ну, оно более немножко продвинутое, чем МБИ и... Я просто читал, что есть доктор деловодности, ДБИ, это другое? Нет, нет, это дуал-дегри называется. Понятно. Прешифровки, да. Так, и получается, значит, возрастные рамки у вас прямо там от 22, да, вот после того, как окончил чок? Да, от 22, ну, скажем так, до 60 лет. Вот, потому что, например, если взять программу МБИ, то там средний этот возраст где-то 36 лет. Вот, вот так, если на средство. Что касается женщин-мужчин, вы задавали чуть ранее вопрос. Значит, где-то 30% женщин, ну, и, соответственно, 70% мужчин. Получается, вот вы президент ассоциации, вы входите в 30%, а женщины активнее в целом, или мужчины активнее? Или просто впадение, что вы женщина в 30% и президент? Имеется в виду в деятельности самой ассоциации, вот кто более активен? Вы знаете, что я, как бы, вот, скажем, гендерных различий нет. И мужчины, и женщины, которые, ну, активны, они активны, и, собственно говоря, они создают события, помогают создавать события, которые проводят ассоциации выпускников. Поэтому тут гендерных различий сложно. А как вот происходит процесс выбора президента? Процесс выбора президента происходит следующим образом. выбирается, ну, сначала, как бы, выбираются, скажем, претенденты на должность президента, размещаются, эти люди размещают свое, ну, типа, резюме на сайте ассоциации выпускников, и уже сам процесс выбора президента происходит на открытом собрании ассоциации выпускников, на конференции. А это голосование? Это открытое голосование. А любой может подать заявку и захотеть? В принципе, да. Да, да. Или? В принципе, любой человек может подать заявку, там, в течение недели обсуждение идет через интернет. Но у нас по уставу ассоциация выпускников президентом, ну, должен быть человек, известный в бизнес-сообществе, ну, уважаемый в стенах университета, ну, собственно говоря, человек, который располагает временем для того, чтобы заниматься вот этой общественной деятельностью. Маргарита, ну, вот вы в карьерном плане президент группы компаний Крам Инженеринг, насколько я понимаю. Да. А кто еще из президентов, и чем занимался в прошлом? А, в прошлом. Значит, у нас был одним из первых президентов господин Маров, он генеральный директор представительства ОТИС в России. Президентом был Евгений Осипов, это он президент компании Слатекс, к сожалению, в прошлом году он умер. Президентом компании, ой, президентом ассоциации выпускников был Борис Крупкин, президент и владелец чайной ложки. Сеть, да, питания? Сети, сети питания чайной ложки, да. И президентом была еще женщина Лена Стрельцова, она генеральный директор «Любимый край». А, это производство печенья, кондитерских всяких вкусных. Вкусных. Да, и Лена, она вообще такая очень креативная, у нее в компании всякие новшества она применяет, ну, в общем, достаточно интересные люди были президентами ассоциации выпускников. Михаил, Медведева не выдвигали еще, наверное? Он юрфак закончил. Он сейчас оканчивает свой срок президента, может быть, теперь его выдвинуть у вас? Ну, у нас есть ассоциация выпускников СПБГУ, а есть ассоциация выпускников Высшей школы менеджмента. Вот как бы мы в структуре СПБГУ, но у нас ассоциация Высшей школы менеджмента. Скажите, а вот вообще каким-то образом осуществляются контакты, связи, ассоциации выпускников в городе между собой, ассоциации бизнес-школ, ассоциации выпускников вузов, совместные огромные мероприятия. Вы знаете, к сожалению, ну, в общем, это не культивируется, потому что, ну, собственно говоря, не все ассоциации вузов, к великому сожалению, там, как бы, сильно продвинулись в плане как общественной организации. Ну, вот, насколько я знаю, во многих вузах, ну, ассоциации, они, ну, работают тихо, скажем так. Ну, не очень активно, да? Не очень активно, да. Скажите, а вот примеры на Западе, какое значение имеют ассоциации выпускников, ну, например, бизнес-школ на Западе, в Европе, в Америке? Ну, что касается бизнес-школ в Европе и Америке, то там, конечно, ассоциации выпускников играют, ну, такую значимую роль в жизни бизнес-школ, потому что, значит, ассоциация выпускников, во-первых, они, ну, участвуют финансово во многих мероприятиях, во многих проектах, вот, ну, и, собственно говоря, они очень сильно помогают своим бизнес-школам. И, кстати, наша ассоциация выпускников тоже финансово помогает высшей школе менеджмента. У нас есть эндаумент-фонд, и вот 15-летию высшей школы менеджмента выпускники, значит, передали в копилку 6 миллионов рублей. Ну, собственно говоря, как бы мы периодически какие-то оплаты делаем в этот эндаумент-фонд, и средства из этого эндаумент-фонда, они идут на гранды, на поддержку студенческих стипендий и так далее. То есть, в этом плане мы идем в ногу со всем мировым сообществом. Ну, университеты вообще хорошо, я знаю, что имеется в виду, что много там поддержек разных, в том числе очень хорошая государственная поддержка. Вот расскажите, когда заходишь в высшую школу менеджмента, там установлен макет какого-то крупного будущего загородного кампуса университета. Целый город, в котором будут учиться будущие поколения студентов, бизнес-школы. Что-то вроде Сколково-Московского, только у нас в Питере. Такой проект существует, и он, собственно говоря, реализуется. Это Михайловская дача. Ну, собственно говоря, там закладывал первый камень в стройку Владимир Владимирович Путин. Ну, да. В общем, стройка идет, продолжается, и мы надеемся, что в скором времени она закончится. И, собственно говоря, это будет такой плацдарм для обучения бизнес-элиты российской экономики. Маргарита, а есть известны какие-то даты, когда должна такая стройка огромная завершиться? Ну, ориентировочно 2015 год. Ориентировочно. А сейчас процент выполненного? Вы знаете, сложно сказать, потому что, ну, не располагаю сведения. Не могу сказать. Но выглядит очень красиво. То есть, там вот этот огромный макет. Ну, там достаточно современный проект. Там будут общежития для студентов, там будут гостиницы для преподавателей и гостиницы для студентов, там будут футбольные поля, там будет спортивная зона, такая достаточно серьезная, там целый корпус для проведения спортивных всяких мероприятий. То есть, сам проект замечательный. Я надеюсь, что он совсем осталось немного, будет закончен. Ну и, собственно говоря, мы будем присутствовать на его открытии. Желаем скорейшего строительства, завершения этого проекта, потому что очень интересно. Хотелось бы, чтобы у нас в Санкт-Петербурге образование развивалось лучше даже, чем в Москве, потому что мы здесь живем. Ну, вы знаете, что, понятно, на самом деле российская школа, ой, Санкт-Петербургская образовательная школа, ну, не знаю, она, конечно, другая. И, ну, я, знаете, могу с вами не согласиться, что Москва развивается более динамично, чем Питер. Я не говорю, что лучше или хуже. Я хотел бы, чтобы у нас просто в Питере мы там опережали Москву, потому что мы здесь живем, и часто Санкт-Петербург называют периферией москвичи, а мы совершенно не согласны с этим. Конечно, это совсем не так, потому что, например, преподаватели, которые, высшие школы менеджмент читают, в том числе и на программах MBA, они читают в бизнес-школах Европы и Америки, они занимаются консультированием реального бизнеса, то есть, это, ну, необычное такое академическое образование, где преподаватели, грубо говоря, читают там по своим учебникам. Маргарита, а вот скажите, зачем вступать в ассоциацию выпускников бизнес-школы, как она помогает, допустим, в карьере, в личной жизни, может быть, кому-то? Ассоциация выпускников, ну, собственно говоря, конечно, помогает и в карьере, мы помогаем, первое, студентам, оформляем их на стажировки, ну, собственно говоря, члены ассоциации выпускников, они присутствуют на защите дипломных работ студентов, на защите бизнес-плана и так далее, значит, берут на стажировку опять студентов, либо своих коллег, кого надо, значит, организуют совместный бизнес, такое достаточно часто бывает, потом люди женятся, рожают детей, ну, в общем, ассоциация выпускников активно, ну, участвуют в жизни всех своих членов, ну, собственно говоря, у нас есть сайт ассоциации выпускников, мы делаем рассылку, поздравляем с днем рождения, с рождением детей, с новыми назначениями, причем новые назначения, вот эти все поздравления с какими-то знаковыми событиями, они вывешиваются в высшей школе менеджмента, там, на этажах, то есть, их все видят и люди в курсе того, что происходит, и у нас есть на третьем этаже кабинет большой, где работают два менеджера ассоциации выпускников, и там очень много фотографий развешено на стенах со всех наших мероприятий, ну, собственно говоря, и двери всегда открыты, что позволяет людям, которые приходят в высшую школу менеджмента, там, на учебу, на семинары, на конференции, они всегда заглядывают, смотрят, и мы с удовольствием с ними общаемся и рассказываем. Маргарита, а есть ли у вас направление, там, допустим, работы с правительством, какие-то проекты, которые реализует Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, и связь с ассоциацией выпускников, может быть, там, субсидирование проектов, выпускников бизнес-школы, через ассоциацию, что-то такое. В рамках ассоциации выпускников есть такой проект «Санкт-Петербург, открытый город», который, собственно говоря, под эгидой РБК проводится, и туда входят члены правительства, ну, и, собственно говоря, вот на этих круглых столах обсуждаются будущее Санкт-Петербурга, и, ну, это достаточно интересное мероприятие, оно не просто, грубо говоря, там поболтать за круглым столом, а там есть конкретные проекты, которые все обсуждают, ну, и вносят те или иные изменения, и я надеюсь, что в будущем наш Санкт-Петербург будет таким достойным мегаполисом. Мне он уже и сейчас нравится, так что я надеюсь, что он только еще улучшится. Скажите, а вот кто вам помогает? Я имею в виду в управлении, ведь один президент не может справиться со всем? Конечно. Должны быть люди какие-то? Конечно, нет. Команда? Да, у нас есть команда, у нас, ну, есть координационный совет, куда входят вице-президенты, значит, это Константин Ярунов, Сергей Сафронов, Бумагин Евгений, Инна Кумарь. Вот, эти люди, которые, в принципе, ну, так достаточно серьезно помогают у каждого свое направление, ну, и они там отвечают за определенный круг задач. Помимо всего прочего, у нас еще очень много активистов, которые, собственно говоря, там ответственны за проведение определенных мероприятий. Вот, например, у нас скоро будет гала-ужин, это такое итоговое мероприятие, знаковое, которое... И вкусное. Вкусное, да. Которое проходит, в принципе, в таких достаточно, ну, интересных местах. Вот, в прошлом году у нас в Тейлионе был, там Black Tie, вот, значит, там развлекательная программа, очень хорошая, но, значит, первая часть официальная, на ней подводятся итоги и награждаются люди, вот, ну, за год достижений. Внесшие наибольший вклад в развитие ассоциации, да? Внесшие вклад в развитие ассоциации за личные достижения какие-то. Ну, в общем, отмечаются люди, которые, ну, какие-то событийные, там, может, мероприятия проводили. А есть номинации специальные? Есть специальные номинации, А какие, например? Ну, например, Приверженность школе есть номинация, Прорыв года есть номинация. Папа года. А? Папа года есть. Есть такой, да? Есть, совершенно верно, да. То есть, вот, в прошлом году тем, у кого родились детки, мы делали там специальные подарки и выдавали такие сертификаты от ассоциации выпускников. То есть, вы поддерживаете правительственные программы? А как же? Материнский капитал? Да. Скажите, а вот по поводу стажировок, выезда за границу и посещения западных предприятий, каким образом происходит, если такое бывает? Вас приглашают западные партнеры? Или вы сами там готовите к делегации, выбираете, куда поехать, потом договариваетесь? Ну, вы знаете, это как бы и так, и так происходит, собственно говоря. У нас, во-первых, в рамках обучения на программах MBA есть такие стажировки, ну и, собственно говоря, в этом случае выбирается бизнес-школа и программа администрации высшей школы менеджмента. Вот. Есть стажировки, которые в рамках ассоциации, вот мы, например, в прошлом году там в Америку и в Японию делали, то есть мы сами как бы подбирали, проговаривали с нашими выпускниками, что кому было бы интересно, делали бюджет, ну и набирали группу, ну, собственно говоря, вот были у нас такие стажировки. Какие страны популярнее? Там, где море или там, где Европа и банки? Ну, вообще у нас... Куда люди хотят больше поехать? Америку любят. А, Америку. Там все есть. Там есть все, да. Там даже океан есть, а не море. Да, да. Но видите, Америка, это, наверное, не самая простая командировка, поездка, она же, наверное, дорогая. Как-то это надо... Ну, вы знаете, что сейчас, ну, собственно говоря, в Штаты не так дорого полететь. Сейчас конкуренция, поэтому авиакомпании дают хорошие цены. Ну, собственно говоря, ну, не знаю, все ноу-хау, которые придуманы там, что касается бизнеса, что касается образования, вот, системы кейсов, это же все из Америки пошло, поэтому, ну, вот, в этом плане Америка, конечно, интересная страна. Там интересные предприятия, они другие, чем в Европе, потому что в Европу мы, мы и так, мы Европа. Все очень рядом. Все очень рядом, и многие работают с европейскими компаниями, ну, собственно говоря, там сел на самолет два часа, и в Германию все. Брусничная проехал, и в Европе. И уже, да, и уже в Еврозоне, да. У нас, наверное, в Петербурге одни из самых активных туристов, и тех, кто вот именно посещает Европу, таким образом, Финляндию, через Финляндию. Да. Маргарита, скажите, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Мне кажется, это очень прекрасное дело Ассоциации выпускников, и там интересно пребывать. Вот есть возможность обратиться и что-то рассказать, сказать. Ну, нашим телезрителям я хотела бы пожелать, ну, во-первых, активности в жизни, удачи, здоровья, счастья. Что касается бизнес-образования, конечно, отдавайте своих детей высшую школу менеджмента, потому что там достаточно серьезное фундаментальное образование, и выпускников, студентов с удовольствием берут на работу. А взрослые люди, которые занимают там какие-то топ-должности, либо владельцы бизнеса, они могут, ну, собственно говоря, структурировать те знания, которые у них есть, ну, и по результату учебы, в общем, приобрести очень хороший опыт в бизнесе и друзьев. Спасибо большое, Маргарита. Спасибо. Я хотела также пожелать просто в принципе развития, движения, активности. У нас город с большими возможностями выбрать себе и занятия, и место, где можно пройти обучение, и направление этого обучения, поэтому я желаю вам всегда пребывать в хорошем тонусе, заниматься своим здоровьем, чтобы этот тонус у вас был. Желаю удачи, успехов, до свидания. С вами в студии была Маргарита Кравченко, это президент Ассоциации выпускников бизнес-школы, высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и Анатолий Кутузов. До свидания. До свидания. Спасибо.